ну все дорогие друзья всех приветствую у нас здесь собрались наши кандидаты всех вы их знаете кандидат по округу номер один я кандидат по округу номер два и таксист социальный блогер ну кроме шуток замат мукушев у нас присутствует каждый из нас сейчас будет вкратце представлять в таком формате мы собрались первый раз хотим пообсуждать текущую обстановку ситуацию связаны с выборами и зачем мы это сделали все мы как вы уже знаете являемся одномандат никами сами выдвиженцами сами себя тащим естественно из-за этого нас на интервью никто не приглашает видимо может быть чувствует какую-то угрозу которую мы можем составить для текущих кандидатов потому что у каждого есть шлейф а у нас его нету поэтому мы занимаемся тем чем мы занимаемся то есть делаем свою работу искренне и справедливо в общем я думаю что мы начнем с кого начнем ну давай как бы да skyrata тебя там скратце можно будет представиться для тех кто нас видит сейчас в первый раз а это наверное по-любому так будет и потихоньку перейдем к обсуждению текущих вопросов уважаемые зрители вот получается меня зовут смогулов кайрат я являюсь кандидатом по первому избирательному округу мажорист парламента ну что хочу сказать мне 37 лет родился в простом городке город акуль это 100 километрах от столицы родители простые семья простая отец электрик мать простой бухгалтер ну как бы мы это друг до друга должны как бы говорить если ты наверное не знаешь что мы с кайратом вообще являемся там прирожденными коллегами потому что мы из одного города сакуля получается даже учились в одной школе просто кайра чуть-чуть старше на два года а я чуть ну как бы помладше и так получилось что и на госслужбе мы были коллегами и на прошлой работе были коллегами и бывшие коллеги настоящие коллеги и вот сейчас как бы этот союз продолжается ну вот как бы так если вкратце говорить да есть что-то важное за что мы должны тебя уважать я никогда не состоял и не состою в партии ну вот круто соответственно но я тоже самое ну половина меня уже знаете потому что карет уже как бы представил в астана я приехал в пятнадцатом году с одним пакетом искал работу и работу искал я не по зарплате я просто чтобы была нормально как бы работа вот оттуда все пошло поехал семнадцатом году мы вот создали компанию диктатура закона позже объясню почему диктатура потому что это такая вот очень такая острая ну не то что острое а такая как бы такое понятие которое вызывает определенную эмоцию но об этом тоже с того времени идея была просто не такая я хотел чтобы человек когда пришел за юридической услугой он прежде всего посмотрел на что готов этот юрист на что он гораст и например вот когда мы идем на каком-то да рынке там что-то выбираем товару телефон нравится не нравится посмотрел пощупал круто классно а с юристом так не получится везде же по рекомендации вот знаете вот тот юрист он хорошего он грамотно помог вот давайте обращайтесь таких есть не а он может ему помог грамотно четко там дело было до простой деньги взыскать а тут надо когда квартира отбивать от банка да и здесь он естественно обосрался вот чтобы такого не было я решил купить камеру соньку и на него как бы записывать блог вот я вот такой вот такие услуги вот так я разговариваю так вещаю нравится нанимаете не нравится не нанимаете ну и параллельно не буду же о погоде говорит ну рассказывал какие-то вещи которые как бы сам знал и делился со своими ну как бы зрителями и вот как бы зашло зашло залетело и вот по сей день вот сегодня я являюсь кандидатом в мажорист парламента вот как бы так если вкратце сразу сейчас дополню вот с другой стороны когда начали вести этот блок социальный блок диктатура закона youtube социальные сети все очень интересно наблюдать за собой то есть как ты прогрессируешь если в далеком 2017 году мы были совсем другими мальчишками то сейчас мы уже созрели мы злодеи до со временем мы начали научились мы прогрессировали и мы повысили свой кпд во многих случаях то есть стали гораздо лучше и когда ты смотришь на себя ты думаешь болен каким я был и сейчас каким я стал и что мы можем сейчас сделать на на самом деле можно помочь людям и реализовать свой потенциал уже нынешнее время динамика продавали не будем занимать как бы это ну да азо азо ты проще сказать представься потому что как бы даже зная тебя мы не знаем откуда ты вообще вкратце от себе социальный блогер таксист волонтер ну таксист сейчас уже меньшей степени сейчас уже официально вышел на работу работаю но тем не менее это как хобби осталось еще вот родился и вырос городе кибастуз последние 18 лет работал в сфере дистрибуции оптовой розничной торговли ну как как и любой казахстанец имея активную жизненную позицию на все сейчас вижу видео кандидатов в автобусы заходит встречая но я азу наш когда увидел он был котом базилио на елке когда мы делали социальный проект 5 лет назад 5 лет назад и тогда да я тогда азу видел тогда он проявлялся такие наш чувака такого ответственного которые там сказали он сделает выполнить там что-то там вопросы такие организационные там чего-то вот тогда он раз так уже выделился ее тогда же да вот еще майка была такая вот короче вот мы с того времени как бы наша дружба продолжается и по сей день вот ну чё перейдем к самому важному я вот да вот первый вопрос который хотел бы обсудить он называется я их так назывался мы самовыдвиженцы от партии что а что такое самовыдвиженец это человек который решил выяснил свою кандидатуру надо выдвинуть и объединить кое-какое количество людей в своем округе и их интересы представить то есть это по сути должен быть человек житель этого там до округа и по крайней мере да по каким-то своим возможностям и способностям смог защищать интересы как бы своих там сограждан земляков и так далее но когда мы видим сегодня что наряду вот то самовыдвиженцами есть еще другие люди которые находятся в партии и самая до боль которого вызывает во всем этом что их поддерживает партия с точки зрения материального до состояния и они настолько эту пиар акцию до могут провести что мы просто-напросто да остаемся не знаю мы в песок превращаемся обесценивают до нас обесценивают потому что мы не можем тягаться с партии кто мы да у нас есть определенные да какие-то может быть деньги на которые мы можем да потратить да все что необходимо сделать сделаем а у партии это миллиарды тенге они могут там все что угодно сделать и эмоции подарить и плаката у них лучше да несколько раз больше и я вот что на своем примере скажу да вот например мы там свои плакаты вешаем их там кто-то срывает непонятно хулиганы какие-то и у меня нету второй раз возможности опять идти на то же место наклеить свои плакаты а у партии есть они они каждые сутки проходят и каждый раз фигачат эти плакаты его среди них есть такие самовыдвиженцы поэтому вот как бы здесь вот вот это самая первая претензия да которая была у к сего секундочным выбором почему до от партии если мы выдвиженцы согласен полностью более того скажу допустим я сейчас вижу что есть блогеры миллионники которые баллотируются как раз по вашему округу у них есть штабы армии волонтеров бюджеты баннеры на автобусах реклама куча листовок я к тому что и условно я самовыдвиженец таксист таксист у меня ничего этого нету у меня есть две социальные сети кстати у тебя есть еще и и п как и гриш и по бещера но это шутка и по бещера на самом деле и по бещера сейчас у нас можно смело назвать треть казахстана да и живут на грани выживания вот и я здесь полностью солидарен что очень очень хотел хотелось бы чтобы ну к сожалению это уже данность и ресурсы несопоставимы то есть или мои ресурсы у меня ничего нет у меня есть две соцсети большое спасибо за приглашение на данный подкаст возможность донести аудиторию до аудитории ну в этой части да я поделюсь на своем мнении если все-таки от партии партия выдвигает своих кандидатов то они должны выдвигать по партийным спискам выдвигаться по крайней мере но если сам в качестве самовыдвиженства выходит один из членов партии то здесь они нам создают то что конкуренцию ну смотри здесь получается мы стану становимся в неравное положение мы боремся не просто самовыдвиженцем а мы боремся в целом с партией и здесь как бы мы не конкуренты ресурсы так административные ресурсы и финансовые ресурсы несопоставимы это все верно вот если взять именно по избирательным округам те лица течли те кандидаты которых я бы мог бы отметить да это очень легко проверить любой билборд любой баннер который или плакат размещенный с изображением кандидата он такую верхнем или в нижнем углу содержит именно логотип партии то есть и это о чем говорит это говорит о том что партия поддерживает этого кандидата на своем участке я могу отметить кандидатуру как давлет турлуханов везде расклеен везде то есть это говорит о чем то есть есть определенная поддержка финансовые возможности административные ресурсы и это ему все помогает реализовать себя именно на моем то есть короче есть баннер там есть лицо и стоит логотип очень легко проверить какой ты нахер самодвижение откуда человек движется а вот то же самое по второму округу по второму округу блин ну кого я заметил я заметил толката иргалиев все четко все видно да и не только здесь не нужно дать как бы догадываться ли там о чем-то думать прямо все указано партия поддерживает ну если партия поддерживает тогда будь добр выдвигайся от партии проблем никаких просто завтра какая проблема будет людей а человек идет от партии соответственно он будет представлять интересы партии но в любом случае может иметь влияние от партии ну как это же очевидно же они скажут мы у себя бабки вложили давай короче это отстаивая наши интересы большое лобби да какой-то там будет я вообще против против тех кто там уже был против тех кандидатов которые уже были по крайней мере депутатами или которые там до состояли в партии пытается сейчас что-то нам да какие-то новые ярлыки да поменяв логотип что-то хотят опять сделать я вообще хотел бы вообще к ним во всем обратиться и сказать ну уважаемые кандидаты вы уже проиграли вы потерпели поражение вы должны уметь принимать поражение да почему потому что они проиграли своему времени в их эпоху был парламент и у них было все для того чтобы себя реализовать сегодня они проиграли сегодня наше время наступило но они еще до последнего стираясь в порошок как старые бойцы уже скрипят кости пытаются зайти на ринг и пытаться противостоять текущим реалии но это уже не получится они уже не актуальны они мысли по-другому надо давать дорогу молодым это же крылатое слово а и чуваки схватили зубами за это кресло и пытаются хотят что-то сделать я вообще у меня сразу возникает противоречивые какие-то мысли по этому поводу либо не у них и так все хорошо в принципе да они тогда жахтай сделали там у них там все есть от учени думаете они будут думать о народе вы думаете что они там будут до выходить там да и если их никто никогда не видел они до этого этим не занимались ничего завтра пойдут в кокталл 1 или кокталл 2 следить за тем как там до газификация проходит да не буду там свои лобби до продвигать там как что застройка была хорошая инфраструктура какая-то там реформы проводили в соответствии с какими-то определенными целями но вот как бы вот так поэтому я думаю что если вот это все это все в первую очередь портит идею главы государства я уверен что наш глава государства не хотел чтобы и было так он хотел чтобы это был маленький шаг но был шаг демократии чтобы были самовыдвиженцы что голос голос народа они вот взяли вот все вот таким вот образом испортили прежде всего самого движенцы это голос народа потому что если его выбрал народ соответственно он будет отстаивать их мнение вот конкретно я я сейчас делюсь своим субъективным мнением я не агитирую но я для себя решил что на избирательных участках когда мы придем 19 марта выдадут 4 бюллетеня два бюллетеня за партию маслехат и мажелис и два бюллетеня за самовыдвиженцев в маслехат и мажелис мажелис кстати зеленого цвета бюллетень вот и вот по партийным списком двум бюллетням там будет 7 по моему партий 7 или 8 партий и будет еще одна колоночка против всех я для себя решил что я буду голосовать против всех потому что на сегодняшний день из всех партий которые есть ни одна не внушает доверие на фиге в тоже ну лично для меня это мое субъективное мнение есть какие-то новообразованные партии но у меня здесь вопрос есть скажем так оппозиционные партии которые там уже пять шесть лет не могут официально зарегистрироваться в то же время вот эти новые партии вот так вот по шелчку и раз их зарегистрировали кто стоит ну надо понимать что любая партия это финансовый ресурс финансовый ресурс том плане что чтобы открыть во всех областных центрах городах офисы на нет сотрудников купить материалов весь город заклеен час их это деньги это миллиарды денег откуда допустим допустим у меня у простого человека эти деньги естественно я уверен что за этими партиями стоят предпринимателей а вот теперь вопрос если предприниматель вложил там миллиарды денег в партию завтра придя в партию чем начнет делать отбивать правильно начнет свои деньги отбивать но и соответственно зачем я текущую систему бюрократическую буду менять на систему когда нами будут управлять коммерсанты то есть поэтому на мое субъективное мнение я буду голосовать против всех партий вот смотрите я жил в коктале до долгое время почти там около трех-четырех лет вот пешком ходил на автобусе ездил я оттуда как бы до ездил на левый берег чтобы работать юриста вот и мне до поля знакома все весь этот район а не то что да у меня мама ездила жила в коктале пока я учился и там работала и тоже это было в коктале и тетка моя тоже в коктале работала то есть получается семья моих коща до начиная первые шаги в астане именно с района сарарка и вот кайра тоже жил в алматинском районе солнечных городов оттуда где там муравейник да ну просто разница очень большая вот пожил в алматинском районе район солнечного городка там блин ну такая плотная застройка и густонаселенный район что наверно блин проживать не так комфортно во-первых переживаешь за детей безопасности и почему потому что много людей значит много тех людей которые ведут анти наверное общественно антисоциальный образ жизни очень много алкоголиков камеры нету то есть отправившись в школу самостоятельно уже боишься то есть нужно обязательно его сопровождать теперь я жил ну арендовал квартиру на левом берегу разница просто колоссальная там школа там дворы закрыты там камера везде ты не боишься ребенка можно отпустить и он обязательно дойдет до школы и ты не будешь за него переживать и вот представьте себе на минуту если все тонну основная часть кандидатов достаточно состоятельные на или те кто двигается от партии они все проживают где они все проживают именно на левом берегу там где комфортные условия они никогда не заходили тот район где жопой воняет условий нету просто абсолютно ну действительно жопой воняет там зайдешь на в подъезды там кошачьих масс матча и тому подобное неправильно они не будут переживать они читают что они живут своей реальность они пойдут в этот процент сто процентов вот я тоже как бы да не вижу никакого смысла на со светской жизни оттуда кричать что они улучшат до в жизнь на простого человека простых сограждан и и не знаю как они видите как они красиво говорят они такие программы говорят они такие обещания дают такие короче популистические заявления делают что даже на главе государства с одной стороны не не в силах это реально реализовать согласен согласен я говорит раздам каждому нуждающему человеку короче по 10 соток земли проведу туда инфраструктуру и все будут жить в коттеджах вот так короче я слышал это в алмате один из кандидатов то есть я так думаю что вот в этом когда вы слышите какие-то нереальные фантастические вещи то я думаю стоит задуматься о том что если человек еще его не назначили он уже обману это если смысл вообще за него голосовать ну то есть да грубо говоря на самом деле есть в алмате это достаточно небезызвестная личность тоже блогер вот и я просмотрим ва-банк пошел он начал обещать такие вещи нереальные которые даже президент не может реализовать вот согласен да тут надо смотреть на дать человеческую историю вот мы почему соцсети ведем живу 17 года мы например занимались отстаиванием прав граждан мы знаем реально их проблемы их чаяние беды проблемы связанные с которые возникают у них суде что они не в силах себя защитить на данный момент и вполне справедливо они возмущаются что суд их как бы да не защищает что суд у нас не работает и полиция тоже самое и все 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 эти вещи мы знаем эти тонкости микроскопические тонкости которые мы можем сегодня нивелировать при принятии законов то есть мы знаем как на местах работать эти законы и поэтому в первую очередь это опыт который у нас есть и мы всю дорогу ушли к этому и вне зависимости от мандат будет у нас завтра нет мы шли за дисциплина закона до пропагандировали его потому что мы хотим чтобы он у нас работал по крайней мере наши дети должны быть защищены и мы будем дальше это делать не взирая за диктатуру закона я и так знаю для тех кто не знает обязательно посмотрите честно я вот одну из последних ваших публикаций смотрел где скажем так предотвратили рейдерский захват предприятия и ну то есть это не какая-то там выдумано это все реальность и как сказал один хороший человек сейчас что-то делать уже поздно делать надо было раньше и я к тому что социальные сети это хорошая возможность посмотреть что делала диктатура закона там 35 лет назад что делал 35 лет назад я отмотать и посмотреть и нежели верить каким-то сиюминутным выступлением там на рынке артем там или в автобус я вот слышал кандидаты заходят я целиком полностью разделяю эту позицию что сейчас наша реальность она отгородилась то есть есть параллельная вселенная в которой все хорошо все прекрасно и все наши проблемы я согласен с тем же самым жильем я сразу публично заявил что я от служебного жилья отказываюсь то есть я также буду жить в арендном жилье я также буду ездить на общественном транспорте либо на личной машине мой ребенок будет ходить в обычную школу я буду лечиться в обычной поликлинике и ну то есть когда человек будет жить реальной жизнью реальных людей и такие люди будут отстаивать мнение то и 80 процентов текущих вопросов они сами собой с повестки дня снимать конечно нужно быть актуальным нюхать порох и ходить по земле вот и мне понравилось то что ты сказал ты прям с языка снял когда помнишь записывал как бы stories и говорил моя предвыборная кампания моя предвыборная программа это это голосу и сердце нет у меня никакой программы просто я готов как бы каждый день бороться с начиная с бытовых каких-то проблем не заканчиваете там политически я просто знаю что ты большой экономист маркетолог и очень глубоко в этих дисциплинах разбираешься но мы сейчас не для этого собрались поэтому тягаться знаниями мы здесь не не будет вот да прежде всего я до призывал бы всех нас если не сейчас так может быть потом что наша предвыборная программа это мы должны быть справедливы и внимательны своим согражданам к своим избирателям и если у них что-то случается то мы должны это все подхватить и сразу до представлять для чего мы являемся одномоддатниками для того чтобы представлять наш округ они там страну там или какие-то проблемы или разбираться в тех тогда конфликтах которые до нас возникли нас уже выбирает округ нас же не выбирается страна но тем не менее мы как бы когда готовы до силах своего диапазона делать что-то для всех лучше потому что мы все равных в правах ну да кто-то ровнее ну по крайней мере мы хотим это все уравнять ну что касается вот оторванности от реальности вот предыдущие депутаты парламента если так посмотреть они в большинстве случаев это были люди та толпа людей которые ближе было к предпенсионному возрасту то есть они досиживали свое время и вот мы ввиду своей деятельности столкнулись с рядом проблем именно в части законотворчества хотя именно как раз таки парламент это законодательный орган они должны были эти вопросы решать на в корне и на начальном этапе вот можно просто привести пример связанный с микрофинансовой деятельностью когда появились в онлайн займеры начали начислять необоснованные неимоверные такие проценты которые доходили там до 300 тысяч процентов годовых но это было настолько как бы абсурдно и эта проблема возникла еще в далеком 2018 году еще в тот период времени мы стали с ними бороться создали практику соответствующую и работа велась в этом направлении но и мы постоянно это все освещали но даже это не помогло тому чтобы внесли какие-то запреты и ограничения в деятельность этих компаний в итоге что это к чему вот за эти 5-6 лет за эти пять лет это к чему привело это привело к тому что наше население она обнищала вот как ты уже озвучивал в начале треть населения они ходят ближе к черте бедности и сейчас буквально хлопают там в ладоши потому что приняли закон о банкротстве но они забыли что банкротство она сейчас именно поставить этих граждан которые приняли я подали заявки и будут признаны банкротами они еще станут нищими то есть для них они стали нищие и будут в отношении них ограничений это все можно было предотвратить на раннем этапе когда были бы соответствующие поправки но этого не сделали это просто бездействие а я думаю что кайрат сейчас начнем сравнивать текущих депутатов с нынешними депутатами и начнет говорить про их вес здесь момент такой что какая сейчас вот на сегодняшний день отлично этом опять же субъективное мнение какая основная проблема 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 в том что есть субъективное мнение вот как пример приведу вот недавно выступал председатель национального банка перматов галужан там год назад его назначили до этого в казатом проме там разных этих конторах работал не суть суть в том что есть глава нацбанка который работает всего год есть его субъективное мнение то есть он назвал макроэкономической ошибкой все программы там баспанахид и 7 20 25 в восемнадцатом году инициировали пять лет прошло за пять лет по этим программам было выделено по баспанахид 600 миллиардов по 7 20 25 800 1 и 4 триллиона тенге выделили 120 тысяч семей получили квартиры и он назвал это макроэкономической ошибкой и самое страшное то что вот этот профильный руководитель национального банка вот он есть он один и есть миллионы людей бездомных и вес его голоса будет сильнее чем голос миллионов а почему потому что нет человека который может мог бы ему аргументированно противостоять вот я вообще сторонник того что в плане диктатуры закона я просто тоже как бы там не был я не первый год слежу я практически все ваши истории знаю и они взяты не откуда там они взяты из реальной жизни я знаю что десятки людей вы выручили вытащили кстати поздравляю вас с выходом нового фильма должник я его на реально его на одном дыхании посмотрел и как я уже говорил о своей аудитории тоже сказал что будем ждать новых шедевров это на самом деле цепляет потому что это все взято из жизни и в какой-то степени вот то через что прошел этот человек у меня есть люди из близко из близкого окружения которые также пришли через это ну круто круто спасибо за теплые слова за поддержку ну да мы всегда боролись за правду а и получали за правду вот скажите пожалуйста господа а как вот вы относитесь к тому как сейчас проходит агитация согласны ли вы с этим порядком если там нарушение уважаемая диктатура но мы топим исключительно за соблюдение закона вот а за я тебя видел на семинаре который проводился именно избирательной комиссии прежде чем начать агитационную именно программу там четко давали разъяснение в части где можно где нельзя проводить агитацию как это все проходит ну и какие средства выделяется и как эти средства должны легализоваться то есть правильно должно быть это все оформлено надлежащим образом соответствии с законом и там четко давно было указание что проводить агитацию в общественных местах без согласования с уполномоченным органом запрещено и ссылку сделали на закон на митингах о мирных собраниях если точно действительно обратиться конституционный закон о выборах там четко прописана 27 статья она четко указывает что вот эти собрания да можно проводить агитацию путем собрания организации митингов шесты и так далее но опять же в соответствии с законом республики казахстан то есть это отсылочная статья она бланкетная и она нас автоматически переносит закон о мирных митингах и там есть уведомительный порядок мы обязательно должны уведомить акимат о том где мы планируем это провести встречу с избирателями как мы ее будем проводить кто будет присутствовать для того чтобы уполномоченный орган там обеспечил значит порядок потому что провокации все равно не избежать бывает ну это конкурентная среда как будто создали да вот всех под один колпак загнали и кто-то не угодно просто раз и будут с другой стороны да это как бы ограничение но закон принят и мы так или иначе должны его исполнять поэтому любая агитация которая проходит без разрешения без согласования она является незаконной является основанием для исключения кандидата из числа вот как раз по решению к избирательной комиссии а тебе нравится агитация еще раз субъективное мнение выскажу когда со мной на участке идет представитель от партии когда баннеры остановки все заклеены им а у меня за спиной не штаба не волонтеров я первый 500 листовок только напечатал я очень верю что вот этот наш сегодняшний подкаст поможет скажем так да вот выбирайте людей из народа вот вот они мы я есть честно я искренне и искренне будут рад если сидящий за этим столом одержит победу я знаю что в нашем лице и в лице всех самоводвиженцев не от партии будут звучать голоса народа и я еще раз призываю всех кто кто смотрит этот подкаст 19 марта обязательно прийти проголосовать будет четыре бюллетеня бюллетень самоводвиженцев мы жили с зеленого цвета там будет около 30 фамилий ознакомьтесь адрес своего избирательного участка можете узнать в астане по номеру 109 то есть это важно это важно и еще важно сказать что это мы делаем из своего собственных там средств до какие-то там и там не не затрачиваемся просто я бы мы обладают социальной сетью вот азамат обладает социальной сети поэтому это будет опубликовано именно на наших собственных интернет платформах вот чё в заключении вот хотелось бы узнать а вот да сейчас вот понеслась короче такое обсуждение из кого должен состоять парламент честно честно как есть говорю я тоже как и любой гражданин подходил к этому вопросу двух сторон с одной стороны как самовыдвиженец но это понятно а с другой стороны я тоже кстати юрфак закончил вот но так уж звезды сложились что работал немножко в другого отрасли мы права знаю и в том что я для себя тоже выборку дел за кого бы я проголосовал в алматы почему-то мой выбор пал на базарбека но не знаю а базарбек он юрист начал у меня аудитория часть аудитории в караганде находится жасла наед погамбетов он тоже юрист теперь в астане без вариантов диктатура закона тоже юристы и на самом деле это правильно потому что сейчас казахстане большое количество законов они не работают вот элементарно закон о матах был принят там санкция выше чем наказание за физическое это чем говорить это говорит что рабочая группа была некомпетентная я бы этот закон принципиально бы отменил бы эту рабочую группу наказал за это то же самое здесь вот есть послание президента где он четко формулирует обращается расписывает по пунктам но опять проблема другая они не выполняются у нас таких куча примеров я к тому чтобы они противоречит эту коллизию чтобы устранить однозначно должны быть помимо того что это самого движенца должен быть юристы и буква еды ну чё друзья мы вот так вот быстро обсудили прошлись по вот этим нашим наболевшим темам оказывается время пролетело и у нас уже ни много ни мало почти час записи поэтому думаю что пора время прощаться если вам понравилось такие видео такие обсуждения мы можем собираться для вас обсуждать не только выборы но еще любые другие ситуации даже отсюда можем писать депутатский запрос отправлять сразу спикеру мы жили со может быть будет рассмотрена но во всяком случае спасибо за просмотр распространяйте это видео пишите комментарии свое мнение нам будет очень приятно поэтому каждый комментарий будет нами лично прочитан дан ответ поэтому всех у вас ждем в комментариях под этим видео спасибо азамат кайрат жасулан мажорист понеслась